Всем привет дорогие друзья, наверное многие из вас помнят вот эту вот замечательную женщину Анастасию Татулову, основатель, владелец, экс-владелец сети детских кафе Андерсон. Известность с ней пришла в далеком уже 2020 году, когда тогда на встрече с Владимиром Путиным встреча проходила, если мне память не изменяет, в марке 2020 года. Я уже сейчас не помню, к чему она была приурочена, но Татулова тогда встала от имени предпринимательского сообщества и завела с Путиным беседу на предмет, что вот вы знаете, у предприятий малого и среднего бизнеса существует огромное количество проблем, давайте об этом поговорим. И тогда это была нашумевшая такая беседа, потому что это был даже не вопрос, это действительно была такая нашумевшая беседа, Путин с ней вступил в какую-то дискуссию, они долго о чем-то разговаривали, она жаловалась и даже предложила, говорит, давайте чиновников ко мне на практику, чтобы они вернулись на землю, чтобы они увидели, как в действительности работают предприятия малого и среднего бизнеса, перестали вам писать бумажки и отчеты, вот давайте я готова их взять к себе на практику, готова им показать все на своем примере, все в деле, как все работает. В общем, ну просто напомню пару слов. Ну, мы же не поднимемся, и понимаете, почему нельзя принимать это потом? Это надо сделать срочно сейчас, потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда мы принимаем решение, нам сейчас обанкротиться или дальше побарахтаться. То есть для вас важно было бы услышать, как будет складываться эта ситуация, даже после того, как кризис этот мы преодолели? Конечно, потому что мы будем сейчас это считать и понимать, что если мы... Ну, а дальше случилось то, что и должно было произойти. Дело в том, что, ну, никто не любит, когда на него жалуются, я имею в виду сейчас чиновников, которые находятся в статусе пониже, никто не любит жалобщиков. Да, никто не любит, когда... И просто жалуются, когда все это делается чуть ли не в прямом эфире всех существующих в России федеральных каналов, да еще жалуются самому. Ну, я не думаю, что кто-то сильно получил по шее, после вот этих всех жалоб от новоиспеченного агента Анастасии, тем не менее, на девушку начали давить. Девушка там проходила информация, что в спешном порядке. Некоторое время назад она распродала весь свой бизнес, уехала в одну из европейских стран, теперь вот там проживает. Ну вот, все. История закончилась так, как она должна была закончиться. Поэтому не тешьте вы себя иллюзиями. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые продолжают усиленно записывать какие-то там объявления. Дорогой Владимир Владимирович, обрати на нас внимание, и бла-бла-бла, давай мы тебе расскажем, какой у нас плохой губернатор. Ребят, он сам этих губернаторов назначает, он все про них знает. И вот эти вот ваши жалобы, я говорю, они нужны только для красивой телевизионной картинки. Это реальная журналистика. Поехали! Еще одна печальная история сегодняшнего выпуска. Накануне, вы знаете, из небольшого городка Орска в Оренбургской области прилетел крик о помощи. Дело в том, что там прорвало дамбу. Как стало ночью, прорвало ее уже в двух местах на реке Урал и началось подтопление города. На момент записи этой программы мы уже знаем о том, что, в общем, под подтопление попали как минимум 11 тысяч человек, как минимум 4 тысячи домов. Уровень воды в городе продолжает повышаться. Вот. Во всяком случае, пишут уже, что почти на метр вода поднялась. В некоторых районах. И, в общем, ситуация эта, насколько я понимаю, продолжает оставаться непрогнозируемой, неконтролируемой. Это что-то сказать в данную секунду сложно. При этом я не очень верю, что пострадало всего 11 тысяч человек, о которых пишут. Я не очень верю в эти цифры. Я думаю, как и вы. Ну, там по понятным причинам. Во-первых, реальные цифры в такой ситуации дать достаточно сложно. Во-вторых, давать какие-то более существенные цифры. Ну, это значит посеять и вызвать панику среди местного населения. Ну, и самое главное, опять же, чиновники, которые не очень любят, когда какие-то действительно катастрофические данные просачиваются в инфополе. Вот. И по шее тут можно получить, в конце концов. Ну, а огромное количество людей уже пострадали. Причем ситуация, я так понимаю, настолько аховая, что накануне вечером даже мэр Оренбурга обратился к жителям города, значит, с тем, что ситуация, ребята, серьезная. Прошу отнестись к данному заявлению очень серьезно. Готовьтесь к возможной эвакуации. Я предлагаю послушать коротенько, что он сказал и как он это говорил. Я сейчас хочу обратиться к оренбуржцам, проживающим в зонах возможного подтопления. Это очень серьезно. Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Сеццовка, Престанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также ИСНТ, находящаяся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповская роща, Зауральная роща, Овчинного городка. Отдельно хотел бы затронуть вот эту вот историю с эвакуацией. Мне даже вчера в телеграм-канале многие подписчики писали, слушай, ну, если они знали, что такое возможно произойти, а об этом заранее уже писали, особенно вот вероятность прорыва, о вероятности прорыва писали уже утром, накануне и даже вечером до того, как, потому что там произошел, насколько я понимаю, сброс воды в реку с какого-то водоема, плюс паводковые воды и, в общем, получилось так, что не рассчитали или рассчитали, но кто-то вот просто не подумал как следует и, в общем, вода поднялась выше. Так вот, повторюсь, некоторые не понимают, почему они заранее не подумали, что надо куда-то эвакуироваться, ребят? Ну, давайте простой вопрос. Вот случись сейчас такое, ну, вот в вашем городе, вот у вас есть куда эвакуироваться? Ну, давайте честно, что все люди живут по принципу своих знакомых, родственники, особенно в таких небольших городах, как Орск или Оренбург, они все находятся здесь же, они здесь же живут на соседней улице, в соседнем районе где-то еще, где гарантия, что туда вода тоже не пойдет. Ну, хорошо, где-то временно ты перекантуешься у этого своего родственника, но завтра вода может прийти туда, ты тоже в углу переиска, поэтому а куда? Ну, вот куда эвакуироваться? Вот простой пример, я живу в одном доме со своей матерью, да, я в четвертом подъезде, она в первом. Случись подобная ситуация, куда мне к ней эвакуироваться? Что я от этого выиграю? Мы живем в одном доме, просто в разных подъездах. Мои там какие-то друзья тоже где-то здесь же неподалеку проживают, поэтому вот с этой эвакуацией я не знаю, что делать, там придумали пункт временной эвакуации, но мы же понимаем, что это все временно. Потом этим людям надо будет куда-то деваться, скорее всего придется возвращаться в свои же дома, когда вода уйдет, но вы прекрасно понимаете, что такое затопленный дом, кто-то, может быть, это переживал. Некоторые дома после таких вещей могут быть даже непригодны для жизни. Возможно, и вовсе их смоют, особенно если речь идет о частном секторе, о частных домах. Вот, кстати, мэр Оренбурга именно об этом говорил, о том, что обращаешься к тем людям, которые проживают где-то в СНТ, где-то в дачных поселках. Вот с ними что делать, я в принципе не понимаю, опять же, об эвакуации. Вот что в основном, давайте вспомним, кто живет вот в этих СНТ. Это, в общем, люди пенсионного возраста, потому что, к сожалению, мы все с вами проживаем в нищете. И вот, в общем, в городах обычно происходит как? Дети выросли, у них появились свои дети. Денег на квартиру заработать в нынешних реалиях, ну, способен далеко не каждый, рассчитывают на родительскую квартиру. И тогда родители селят своих детей в городской квартире, сами уезжают жить вот в этот садовый домик, вот в этот СНТ. У нас на даче огромное количество пенсионеров по такому принципу живет. И, как вы понимаете, вот их эвакуировать будет намного сложнее, чем молодежь, потому что они менее мобильны, менее подвижны, менее там сговорчивы. Ну, пожилые люди, что с ними со всеми делать? Ну, а как их главное всех учесть? Потому что эта бабушка, она прописана вот в этой конкретной квартире. Там по адресу, я не знаю, там пильная 17, да? А живет на самом деле в огороде на даче. Кто вот в этой суматохе, в этой неразберихе про нее сможет вспомнить? Теперь самый главный момент, кто виноват и что делать? Ребят, много об этом говорили, вот много об этом говорили. Ну, понятно, что виновата наше российское вечное раздолбайство, виноваты наши чиновники, разумеется, которые всю дорогу живут отчетами. У нас это все хорошо только на бумаге, да забыли про овраги. Из программы в программу об этом говорю, что мы страна отчетов, которые вот по всей вертикали, с самого низу до самого верху, пишутся вот эти отчеты, корректируются чуть повыше, еще корректируются. Это первый момент. Второй, вот это вот, наверное, страшнее. Дело в том, что все, чем мы пользуемся по сей день, это советское еще наследие. Это то, что нам досталось от Советского Союза, да? Но и у этого наследства есть какой-то ресурс. И в силу естественных причин, когда-то этот ресурс вырабатывается, и все посыплется. Мы это уже наблюдали и не раз. С первыми пало сельское хозяйство, пало село. И вы лучше меня знаете, вот если отъехать сейчас от крупных городов, от городов-миллионников там на 50, на 100 километров, то вы увидите, что деревня умерла. Умерла от слова совсем, да? Там развалены все эти фермы, развалены все эти предприятия, которые там когда-то были и работали. Сама деревня там стоит заброшена. Таких деревень там процентов 80, которые полузаброшенные. Те, кто остались, это либо глубокие старики, либо, простите, мимо и французские алкаши, которые сидят, пьют. Это был первым таким, стало первым сигналом. Дальше посыпались заводы и фабрики. Посыпались целые отрасли. Потому что, опять же, прошло определенное время, и это должно было случиться. Завод АЗЛК в Москве, который выпускал в свое время автомобили москвич, я еще на заре своей журналистской карьеры в конце 90-х, в начале 2000-х оказался на этом заводе. Мы приехали туда, снимали как раз материал об автопроме. Мы тогда удивились, нам инженеры показывали, что, оказывается, завод работал на станках, которые были выпущены еще в гитлеровской Германии фабриками Крупа. То есть там с конца 30-х, начало 40-х годов вот эти вот станки, и вот на них завод АЗЛК продолжал работать. И понятно, что со временем они посыпались. И вот сейчас мы дожили до той ситуации, когда, в общем, и в городах все посыпалось. Начинают рвать дамбы, прорывать эти дамбы. Да, посыплются, уже сыплются. Ведь периодически мы с вами говорим о том, что где-то какой-то дом, какое-то строение дало трещину, потом дом обрушился, благо никого не завалило. Потому что это тоже все советское наследие. Куда ходят ваши дети, в какую школу, в какой детский сад, в какую поликлинику ходите вы. Эта школа, там здание советской постройки. Да, оглянитесь вокруг. Любые города, кроме Москвы, да, в Москве с этим дела обстоят получше, оглянитесь вокруг. Огромное количество построек, это вот эти вот хрущевки, которым по 60, по 78, по 70 лет некоторые дома вообще еще пленные немцы строили. И это тоже все посыплется. А самое главное, я говорю, система управления, она устроена таким образом, что все сосредоточено в Москве. Все управленцы сидят у нас в Москве. Слушайте, такой страной, как Россия, невозможно управлять из отдельно взятой Москвы. Потому что Россия это не Япония. Где там от одного города до другого до 200 километров. Россия это огромная страна, растянута на 11 часовых поясов. Как вы, находясь в Москве, можете там узнать, что происходит в Орске, или в Оренбурге, или еще где подальше, там где-нибудь за полярным кругом. Невозможно. А советское наследие посыпется, и нас, в общем, ждет. Я думаю, очень много таких печальных новостей в обозримом будущем, если наши чиновники не возьмутся за голову и не поймут, что надо все менять. Что вот мы были свидетелями зимой, когда по всей стране начало рвать трубы. И в Подмосковье, и в том числе, когда люди замерзали целыми районами, целыми кварталами. Это только первые цветочки. А теперь, прикиньте, начнут рвать прорывы, дамп начнутся. То там, то сям. Я говорю, а каждый второй город стоит на очень большой реке. Это будет просто коллапс. Это будет не просто катастрофа, это будет чудовищная катастрофа. Поэтому, как-то так. Это была реальная журналистика, просто надо было высказаться. Следил за новостями в этой Оренбургской области со вчерашнего вечера. И, конечно, людей очень жалко. И, конечно, все это очень и очень печально. Все. Удачи вам, любви и терпения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok